Возможно, ненецкую моду в ближайшее время смогут оценить не только в северных регионах страны, но и в Европе и даже в Азии. В современном мире многие именитые дизайнеры обращают свой взгляд на этнические мотивы. Центр развития бизнеса Ненецкого округа решил поучаствовать в модном эксперименте и пригласил в Нарьинмар творческую команду во главе с руководителем проекта «Календарь модных событий». Есть ли у местных дизайнеров шанс выйти на новый уровень? В фэшн-индустрии разбиралась Любовь Пермякова. В тундре выжить крайне сложно. Даже вот такой простой функциональный момент, как рукавица, он, по-моему, совершенно уникален. То есть это варежка с одной стороны, но когда варежка не нужна, мы просто согнуем руку. Мастер Ольга Суховарова из Нарьинмара давно влюблена в ненецкую культуру. Как смеясь говорить девушка, русская по национальности, в душе на коренной житель севера. Я очень много езжу по тундре, очень много общаюсь с юниеводами, езжу к ним в гости, в чум. И я настолько прониклась ненецкой культурой, она потому что очень красивая, она безграничная, она не может не нравиться. Мысль у меня возникла такая, а почему не сделать одежду современную, простую, обычную, ту, к которой мы все привыкли, но привнести в нее национальный акцент, ее стилизовать. Помочь воплотить мечту в жизнь Ольге и ее коллегам по мастерству приехала команда специалистов во главе с руководителем проекта «Календарь модных событий» Романом Ефремовым. И в этом, в том числе их собственная сила, если они сохранят национальные традиции и смогут их преподнести по-новому, то они могут быть очень востребованы. В этом сейчас, по большому счету, секрет успеха очень многих видов одежды, например, японской одежды, которые, конечно, в традиционном виде совершенно неприменимы в жизни. Но, с другой стороны, вот эти мотивы японской одежды, если их по-новому преподносят публике, они пользуются очень большой популярностью. По словам Романа Ефремова, задача модной тройки – найти подходы, чтобы одежду сделать понятной самому широкому кругу покупателей. В рамках проекта запланирована разработка капсульной коллекции. Капсулы – это несколько видов изделий, которые составляют основу гардероба. Ее помогут создать специалисты по текстильному дизайну из Ивановской области. Одна из них – Анастасия Корнелович. – Предполагается сейчас помочь в разработке изделий, которые были бы современные, которые были в соответствии с модными трендами. И были предназначены не только для тех, кто живет на Крайнем Севере, но и для людей европейских, людей России, для молодежи. Потому что, опять же, то, что изготавливается в этническом стиле – это все равно связь с историей, связь с культурой, связь с традициями. Еще один член модной команды, заведующий кафедрой текстильного дизайна Ивановского политехнического университета Ольга Сурикова, уверена, у местных дизайнеров большое будущее. Это удивительно, насколько местные умельцы этим живут. Это живое. Понимаете, это не просто мы приехали в музей, где нам показывают какие-то исторические образцы, искусствовед рассказывает. Здесь именно живое, здесь все живое. Вся легенда наполнена смыслом. Каждый орнамент на платье или на костюме, он имеет свой символизм, свой образ. И вот это богатое наследие, конечно, хотелось бы показать всему миру. Этник, она не то, что сейчас популярна. Она всегда популярна. Просто то становятся индейские мотивы, то африканские, то китайские. То есть этнический стиль, он всегда дизайнерами используется. Стоит отметить, самая первая капсульная коллекция появилась в 1969 году в известном французском каталоге от дизайнера Эммануиля Кана. В нее вошло 32 предмета. Надеемся, что и коллекция наших мастеров будет пользоваться успехом. Любовь Пермяков, Владислав Носкин, Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова